здравствуйте уважаемые подписчики и все любители выиски сегодня мы едем на декабрь малый приз судьи вы уже увидели на экране поехали и так по комментариям остановка через рысь была сделана да кстати да все оценки будут внизу под видео указаны ездой направо нам сказали судьи больше захвата и равномерность это средняя рысь и собраны и соответственно также оцениваются переходы до и после ну в целом нормально учитывая то в каком стрессе мы туда вышли об этом я расскажу в конце дальше у нас идет плечом внутрь больше активности больше проведения через затылок в целом с отсюда и оценки равномерные вольт здесь вольт в это есть и 8 метров я его показала 10 и это сразу отразилось на оценках судей потому что я посчитал что нет смысла запихивать его 8 метров он и так уже на стрессе принимание больше активности больше проведения также через затылок недостаточно сгибания дальше у нас будет сбой в голову и это сразу отразится на оценках судей и соответственно комментарии те же самые также оцениваются переходы и так как соответственно был сбой то переходы выражено были плохо показаны и соответственно нам тоже отметили что был сбой то есть на сбой повлияло на на две оценки даже повлиял этот сбой следующий опять у нас идет плечо тут на самом деле что-то мы перестарались сначала да и нам ответит что неравномерное сгибание то есть больше равномерности вольт то же самое также 10 метров нам написали что он большой принимание стабильнее контакт больше сгибания и недостаточно проведение в повод дальше у нас идет собранный шаг ездой налево и полупирует и поворот то есть это все одна оценка нам сказали сути стабильнее контакт больше проведения через затылок больше сбора и меньше скованности это у нас также полупирует налево сюда в эту оценку включен то есть вся вот эта часть с переходом ворота и первым полупируетом сюда же дальше 2 полупирует отметить что он большой на доволейшей активности но и больше проведение через повод соответственно собранный шаг здесь оценивается отдельно на этой части схемы от перехода начиная и нам написали активнее стабильнее контакты больше проводимости дальше у нас идет от буквы м р следующая часть идет прибавленный шаг ой это даже не прибавленный шаг если честно я не ставила бы тут такие оценки высокие 6 нам поставили пять с половиной пять потому что это но это не прибавленный шаг нет захвата пространства ну собственно это нам написали но я конечно поменьше поставил дальше у нас оценивается собранный шаг и подъем и короткая стенка собранный голубь стабильный контакт нам написали и один судья написал больше проводимости но так больше кинталит не дали дальше тут вот я посекнула я думала что принимание сменкой с приниманием это одна оценка но нет это 2 мы не доехали до x где только потом обнаружил нам это отметили сразу суде и и второе поднимание нам написали что контакт следующее по направлению движения по короткой стенке полу пируэт большой написали очень большой ну естественно да потому что не было пируэтного голуба был просто собранный голуб на таком голубе на пируэт не зайти дальше идет перемена ноги и собранный голуб тут у нас небольшой сбой произошел потому что вам решился донуть посудим да и соответственно на 2 полу пируэт мы также влетели и он естественно не вышел потому что он получился большой нам написали так же что не вышел дальше контр-колоб перемена вторая комментариев не было следующая первая диагональ сменками было очень много сбоев из-за отсутствия проводимости очень большого стресса ну поэтому написать что сбой вот вам перенервничал но на второй диагонали мне получилось его получше так сказать привести в чувство и это сразу отразилось на оценках то есть либо на пол балла либо на балл оценки были повышены поскольку в целом вышла более спокойно вторая диагональ и мы ее отменяли ну вот с ошибкой в конце именно и прибавленный голубь нам написали больше через спину и торопиться но на прибавленном голубь и удивительно нам никто даже не написал что он средний значит вон хорошо раздвинулся дальше собранный с переменой нам написали что перемена рано было сделано и недостаточно показан переход в собранный голубь и выезд больше проводимости через повод и вот один момент обратите внимание вот собственно такая у нас езда получилось по общим оценкам шесть шесть с половиной и шесть которое было зачеркнуто переправлено на пять с половиной я знаю почему если вы обратили внимание я сказала в конце на то что я сначала бросила повод потом поздоровалась с судьями на самом деле это грубое нарушение понятно что в тот момент когда я ехала в конце после этой езды я думала божечки неужели мы доехали вот и но потом когда я бросила повод я поняла что я совершила ошибку так делать нельзя сначала мы приветствуем судей потом мы бросаем повод что бы ни произошло как бы киртормашками по вашей езде не происходило потому что я даже знаю вот судья оценила мою езду она мне поставила шесть но как только я совершил вот этот последний момент она подняла глаза видеть вот это и сразу поправил на 5 с половиной вот вот собственно это честно так и есть я думаю что это именно из-за этого по комментариям много сбоев много напряжения нам написали больше сбора проводимости через спина ну и к сожалению было много сбоев да было много сбоев все это началось с разминки потому что потом ничто не предвещало такую разминку потому что коня абсолютно спокойно зашел к нему абсолютно спокойно приехал абсолютно спокойно собирался и тут вдруг на разминке он вышел и начала психовать непонятно не знаю все может быть банально до того что ухо заболела застреляла ухи на вот я как могла его там привела в чувства но я с разминки сразу поняла что мы особо там хорошо не проедем плюс он там три козла выдал на на галопе вот но я решила что надо ехать раз мы все таки приехали надо показывать вот я конечно не ожидала что нас будет я как сделала я ставила на то что мы мы эту севую часть выполним без проблем но на старуху бывает проруха мы почему-то в припавленную рысь вышли через галоп но опять же я списываю это на стресс потому что конь абсолютно никогда не имеет это первый раз я вообще увидела чтобы он попутал припавленную рысь и галоп вот именно из-за того что видимо стресс был настолько большим что надо было его куда-то выкинуть вот вот в целом по галопной части в чем на самом деле отличается юношеские езды от вот этой от ест уже более большого уровня время тут очень очень мало времени между элементами недостаточно времени ну не недостаточно да вот очень мало дано времени на то чтобы подготовить лошадь к следующему элементу вот поэтому понятно что если я не пока наша пара там не может быстро из собранного галопа перейти в пируэтный галоп то и после там например пируэта перейти в собранный галоп менка и сразу подготовиться к переду то есть очень мало времени дано на это вот вот и если мы не успеваем пока это сделать да то конечно следующий элемент будет с сбоем либо с более низкого качества вот на менках мы конечно завелись ну что ну ладно бывает вот но зато вторая диагональ вышла чуть лучше чем первая вот удивительно что в целом мы доехали вот я конечно буду думать относительно дальнейших стартов на мунштуке потому что что там не видится что не особо у нас хорошо ухудшается проводимость это вот сразу отражается на оценках судей ухудшается проводимость на голове даже несмотря на то что я понятно не одевала на коня голове сразу а ездила раз в неделю в течение месяца на голове при этом отрабатывая все остальное на уздечке вот поэтому вот так сложилась наша езда забыла сказать общая оценка получилась у нас 55 и по моему 8 да 55 и 8 или 55 и 58 ну плюс-минус так вот могу сказать что на самом деле нас судили если сказать мягко это нет очень честно то есть если элемент плохо выполнен нас посудили слава чуть только элемент чуть лучше выполнен нас сразу одаривали дополнительным количеством баллов и вот конечно да такой косяк который я сделала с выездом это надо умудриться конечно вот такая вот у нас получилась езда пишите в комментариях как вам наш старт может быть какие-то вы обнаружили моменты которые для вас были полезными да или с чем-то вы сталкивались и как-то эти проблемы по-другому решали вот жду вас в комментариях всем спасибо за просмотр всем пока всем пока спасибо спасибо